приветствую вы на канале философствующего рептилоида неожиданно да как вы могли заметить канал претерпел редизайн причин тому несколько постараюсь обо всем подробно рассказать однако для начала кто создал всю эту красоту недавно в одном из подкастов для патронов я озвучил что коплю сумму для нового дизайна канала один из моих патронов к счастью оказался фрилансером именно в этой сфере и тут я подчеркну бесплатно предложил помощь для ускорения этого процесса как дань уважения творчеству и комьюнити канала зовут его марк моя искренняя благодарность ему за посильный вклад в развитие всей нашей площадки просто не могу теперь промолчать о том что если вам нужны услуги графического дизайнера с большим стажем за разумную цену неважно для себя лично или предприятие рекомендую вы можете убедиться в качестве его работы не только по этому дизайн но также глянуть его портфолио с примерами работ и десятками позитивных отзывов клиентов что хорошо там сразу видна цена конкретного заказа и комментарий по ней от заказчика ссылка на его портфолио будет в описании первой строчкой а теперь к чему именно такой редизайн первое изначально название канала было временным долго думал на что именно его сменить и как преобразить недавно даже было голосование на эту тему в сообществе и самый крутой вариант подсказали мне именно вы активные зрители и комментаторы это отрезок из ролика отвечаю на ваши вопросы за август я думал делать некий ребрендинг и даже придумал название почему во первых потому что это отпугивают все ожидают слышать здесь солдафона консерватора ух уж эти стереотипы получают философствующего рептилоида несоответствия образа название коллективная сознательная как всегда выдала лучший вариант второе такое название становится критерием входа несмотря на серьезность обсуждаемых тем и минимального присутствия ржаки сам юмор по моему мнению как инструмент способен отсеять умных людей от ну скажем так не совсем образованы при том это не только мое личное мнение есть множество исследований на данную тематику как сфере социологии так и психологии самый шик когда человек может искренне посмеяться себя или своих ошибок однозначно критерий высокого интеллекта по крайней мере эмоциональная его часть третье все-таки автор жирный рептилоид который зомбирует вас во славу нибиру не стоит об этом забывать нельзя же было скрывать это вечно четвертое мои личные жизненные нюансы которые озвучил в подкасте для патронов намекну о чем он был для тех кто не может глянуть название ролика как забывают ветеранов накипевшие думаю для вас это немного раскроет подоплеку много бомбежа и переосмысления своей социальной группы а точнее и официальной верхушки это все не значит что я перестану говорить про простых ветеранов отнюдь они для меня остаются приоритетная тема еще на очень долгий срок да и в принципе контент лишь чуть-чуть преобразится в плане повествования так что можете не переживать по этому поводу а ну и плюс больше будет роликов о психиатрии давно хотел начать говорить на эту тему скоро кстати будут два ролика игромания как медицинский диагноз подводные камни что нас ждет 2022 году и очень многострадальный текст про культ из психиатрической точки зрения который я переписываю дополняю порядка полугода к нему также доложили руку три психиатра 10 до 30 лет стажа работы думаю вам будет интересно прекрасно понимаю что некоторая часть моих зрителей может после такого отписаться тут я имею ввиду и редизайн и бот новых тем между тем хочу рискнуть для тех кто адекватно воспринимает реальность и смотрит все мои материалы независимо от согласия или нет с моей точкой зрения напоминаю автор не истинно в последней инстанции такой же человек как и вы со своими добродетелями и пороками и конечно все это на примерах видеоигр кино сериалов литературы правильно или нет презентующий ту или иную проблематику для нас с вами чуть не забыл метро а точнее четвертый ролик по нему который многие ждут автор не забыл даже не думайте проблема в технических нюансах при первом прохождении дополнений видео записалось со звуком но черной картинкой полный абзац пересилил себя прошел во второй раз два полковника записались отлично и я даже не проверял после них отснятый материал по истории сэма как итог большая часть футажей биты просто не воспроизводится честно скажу часов десять потратил пытаясь понять почему лазил на форумах спрашивал искал так и не смог найти ответ сейчас каждый футаж проверяю после съемки да вы можете сказать возьми чужие всего-то делов и я так делал когда подобная фигня случилась первыми десятью часами kingdom come мне понравилось абсолютно тяжело работать когда есть непрерывное повествование про конкретную игру мои личные тараканы в итоге как только меня перестанет бомбить и будет время сяду проходить историю сэма в третий раз для футажей еще один момент который многие спрашивают можно ли как-то помочь каналу в развитии помимо подписки на патреон или бусти можно самый простой способ делиться роликами в соцсетях или с друзьями чуть сложнее отключать от блок при просмотре моих роликов до пришел тот момент когда youtube стал платить 34 долларов среднем за ролик а точнее внутреннюю рекламу на нем притом замечу что никогда кроме одного раза для эксперимента не ставил непропускаемую длинную рекламу только такую которую можно скипнуть по истечении 3-5 секунд а это самая дешевая по прибыли есть лишнее время но нет денег это ваш вариант но это касается не всех роликов где-то треть с небольшим youtube заблочил из-за тяжелых и возможно травмирующих как им кажется тем и наконец самое сложное патроны почти смогли пробить планку лени установленную на патреоне барьер для того чтобы я стал стримить можете их поздравить с этим как только будет финишный рывок тут же сажусь за гайды и начинаю советоваться с знакомыми как проводить стримы качественно конечно все равно будут фейлы в начале но постараюсь гладить насколько возможно так вот там думаю поставлю donation alert с первичной целью раньше начать делать серию видосов по mass effect то есть не эфемерный сбор а с чуткой целью теперь внимание все это только если вы хотите помочь так как моя работа вам понравилась или принесла пользу не нужно пересиливать себя если реклама ютуба например вас бесит и выключать отблок ваше душевное равновесие важнее чем какая-либо прибыль автора канала все равно ролики будут выходить регулярно вопрос лишь сколько конкретно времени я на них выделяю и промежуток между ними учитывайте это по поводу этого ролика это не основной контент а информирующая добавка совсем скоро будет классический материал по психологии в играх на этом по сути все на экране вы можете наблюдать имена и ники замечательных джентльменов и леди вносящих вклад в развитие канала ежемесячно именно с их помощью развитие материалов идет колоссальными темпами они также задают вектор количество материалов по трем разным направлением роликов получают доступ к подкастам про мой субъективный опыт в армии медицине реабилитации участников боевых действий и многое другое присоединяйтесь как всегда не прощаюсь думаю скоро услышимся а